Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетских клиниках Иркутска Государственного Медицинского Университета. А в данном видеоролике я хотел бы посетить такому лекарственному препарату, а если быть абсолютно точным, то лекарственному веществу, как диклофенак. Об этом меня давно просили мои подписчики, об этом препарате нередко меня спрашивают в комментариях под моим видео. Именно поэтому я решил снять данный видеоролик. Видеоролик не является рекламой лекарственного препарата, хотя бы потому, что я не говорю о торговых наименованиях различных фирм-производителей, я говорю лишь о действующем веществе. Ролик несет общеобразовательный, общеинформационный характер. Любые действия по приему лекарственных препаратов должны быть выполнены по назначению лечащего врача, не занимайтесь самолечением. Итак, начнем. Диклофенак это классический нестероидный противовоспалительный препарат. При этом диклофенак является, пожалуй, одним из наиболее массово используемых нестероидных противовоспалительных лекарственных средств в его общей мировой практике, не только в Российской Федерации. При этом он, наверное, является одним из наиболее изученных препаратов, является достаточно старым, если можно так выразиться, препаратом. И именно с диклофенаком проводят сравнение, когда исследуют какие-либо новые формулы нестероидных противовоспалительных средств. Потому что диклофенак является таким золотым стандартом, золотой серединой между всеми нестероидными противовоспалительными препаратами. Диклофенак выпускается во множестве различных лекарственных форм. Это и таблетированные препараты, таблетированные препараты пролонгированного действия, это инъекционный препарат, это препарат местного применения в виде мази, кремов и тому подобное. Это препарат для введения паржектума, то есть через прямую кишку в виде свечей. Это препарат, который может использоваться и в офтальмологической практике в форме глазных капель. При этом препарат обладает прежде всего двумя главными лекарственными действиями. Это противовоспалительное действие за счет ингибирования, то есть торможения работы фермента, циклооксигеназа обоих типов. И это противоболевой эффект за счет различных механизмов. Препарат обладает достаточно сильным действием, но при этом стоит отметить, что у каждого человека своя собственная индивидуальная чувствительность, своя собственная реакция на препарат. Кому-то препарат помогает лучше, кому-то хуже. Статистически значимых различий между диклофенаком и другими нестероидными противовоспалительными препаратами нет. Есть разные точки зрения на эффективность лекарственных препаратов, но в крупных метааналитических исследованиях, то есть исследования, которые сравнивают очень большое количество пациентов, не было достоверной разницы между обезболивающим действием у какого-либо конкретного нестероидного противовоспалительного препарата. В целом, примерно все противовоспалительные препараты примерно одинаковы по эффективности. Если брать диклофенак, то, соответственно, в зависимости от формы выпуска, эффект наступает через разное количество времени, ну и, наверное, наиболее быстрый эффект развивается на фоне инъекционной формы. Но при этом инъекционная форма не несет каких-либо других плюсов перед другими формами введения. Местные формы действуют достаточно локально, они не попадают в системный кровоток, соответственно, у них ниже эффективность, но и выше безопасность, то есть они обладают меньшими побочными действиями. Показаниями к применению диклофенака являются различные воспалительные процессы, прежде всего при суставном синдроме, то есть это остеоартриты, остеоартрозы, ревматические различные заболевания. Это дегенеративные заболевания позвоночника, спондилоартрозы, спондилоартриты, остеохондроз, любимый многим термин, хотя я не совсем его признаю, и об этом много говорил на своем канале в различных видеороликах, посвященном этому диагнозу. Также может использоваться и в хирургической практике для купирования воспалительных каких-то реакций, может использоваться и в офтальмологии при непроникающих травмах глаза, но и он обладает достаточно широким обезболивающим действием, и в редких случаях может быть показан как анальгетик первого ряда, то есть для купирования головной боли, в том числе головной боли при иммигрении, но и может использоваться симптоматически при разных состояниях. У диклофенака есть побочные действия, и это классоспецифические побочные действия, то есть те побочные действия, которые есть у любых нестероидных противоспалительных препаратов, а именно это воздействие на желудочно-кишечный тракт, это вероятность развития аллергических реакций, особенно при аспирин-зависимой бронхиальной астме и при аспириновой триаде, это вероятность кровотечения, это поражение печени и почек. Если брать диклофенак, то в принципе это среднестатистический нестероидный противоспалительный препарат, у которого нету значимых различий от других препаратов, если рассматривать их в целом. Безусловно, у каких-то препаратов выше кардиологические риски, у кого-то выше желудочно-кишечные риски осложнений. Но если брать диклофенак, в целом, наверное, это не самый лучший выбор вообще, потому что профиль безопасности у него, по моему скромному мнению, хромает, потому что достаточно высокий и кардиологический риск, высокий риск развития желудочно-кишечных кровотечений, риск развития язвы желудка, язвы 12-перстной кишки. Но если брать молодого человека, у которого нету каких-то значимых противопоказаний, у которого нету пока каких-либо факторов риска, то диклофенак вполне может использоваться. И использоваться достаточно широко, хорошим курсом, длительным, в достаточно высоких дозах. Потому что препарат в целом эффективен, и у него есть одно достаточно большое преимущество, он относительно дешев, вне зависимости от фирмы-производителя. Если брать противопоказания к использованию НПВС, то это прежде всего беременность, детский возраст, это несовместимость лекарственной терапии. Например, если идет какой-либо другой НПВС, диклофенак лучше не использовать, потому что значительно в несколько раз вырастают риски. Ну и очень спорный момент в отношении использования диклофенака, например, с аспирином и диклофенака с таким препаратом, как метод Трексат, который используется в ряде ревматологических заболеваний, а также в онкологической практике. Лучше эти препараты не комбинировать. Также при использовании диклофенака лучше не употреблять алкоголь ни в каких количествах, ни в каком виде. Если отказ от приема алкоголя невозможен по каким-либо причинам, хотя я не понимаю, какие могут быть причины, чтобы было невозможно отказаться от употребления алкоголя, то лучше отказаться от употребления лекарственного препарата, потому что лекарственный препарат все-таки не специфический, он больше симптоматический, и думаю, от него отказаться в большинстве случаев возможно, по крайней мере, однократно. В целом, диклофенак имеет право на существование, если можно так сказать. Я не совсем одобряю тех людей, которые говорят о том, что диклофенак – это очень и очень плохой препарат, но к его назначению надо подходить с осторожностью, потому что все-таки у людей старше 60 лет, у людей, у которых были перенесены какие-то кардиологические катастрофы, инфаркт миокарда, у людей, у которых есть употребление аспирина, есть употребление метатриксата, есть использование каких-либо препаратов, которые проходят метаболизм печени, диклофенак может и нередко вызывает осложнения. Поэтому это не самый безопасный НПВС. Вообще, наверное, понятие «самый безопасный НПВС» к этой группе препаратов неприменимо. На моем канале есть ролики, посвященные правилам использования НПВС, я предлагаю с ними ознакомиться. Ну а на этом мой ролик подходит к концу. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за то, что подписываетесь на мой канал, ставите оценки, выставляете комментарии, я по возможности на них отвечаю. Распространяйте мой ролик в своих социальных сетях при помощи кнопочки «Поделиться». Всего доброго, здоровья вам и до новых встреч!